Здравствуйте, уважаемые зрители! В конце ноября 1942 года наши войска готовились ликвидировать Ржевский выступ ударом по сходящимся. Это несмотря на то, что западный фас было сложно снабжать и накапливать там силы, ввиду перехваченной железнодорожной ветки в Ржеве. Тем не менее, не совсем удачное летнее наступление только с восточного фаса требовало иных решений, которые были заложены в операции «МАС». Третий мехкорпус, о котором пойдет речь под командованием Катухова, состоял из пяти бригад. Это 1-я, 2-я, 10-я и 1-я гвардейско-механизированные и 49-я танковая. Должны были они наступать именно с этого западного фаса, параллельно первому мехкорпусу, который находился южней. В живой силе корпус насчитывал 16 тысяч человек, 250 танков, из которых 131 Т-34, 70 Т-70, 28 Т-60 и еще 10 КВ. Согласно плану, перейти в наступление танкистам предстояло на второй день операции «МАС», после того, как части 22-й армии продвинутся на 6 километров и фактически прорвут оборону врага. Участок прорыва составлял 7 километров, на котором удалось сконцентрировать по 43 орудия и столько же минометов на 1 километр фронта. Вот только погода подвела. Сильный снег не позволил корректировать огонь артиллерии, били по площадям, а низкая облачность до кучи лишила поддержки авиации. Артподготовка длилась 1 час 45 минут, после чего войска в 10 часов утра 25 ноября 1942 года перешли в наступление. Но успеха достичь не удалось. И тогда, на следующий день, в бой были введены части мехкорпуса под командованием Катукола Михаила Ефимовича, что обусловило продвижение наших войск вперед. Обойдя опорный пункт врага, старостель танкисты устремились вперед, обогнав пехоту, которая зачистит эту деревню от противника на следующий день. Далее, к вечеру этого дня, красноармейцы уберут штурмом Михеева и Савина, также опорные пункты фашистов. Причем, первый населенный пункт был охвачен. Отступающие из него немцы попали под перекрестный огонь и были рассеяны. Как итог, фронт начал проламываться. И заслуга в этом была на танкистах Катукола. Хотя они должны были идти в прорыв, а не обустраивать его. Далее, наступая вдоль реки Лучеса, части 1-й, 10-й механизированные бригады и 49-й танковые овладели Шопотова и Софийская. По сути, это был прорыв первой линии обороны немцев, которые незамедлительно к месту прорыва отправляют элитный полк в Великая Германия. А пока он выдвигался, 28 и 29 декабря были взяты Карска и Толкачи. Дальше, двигаясь вперед, части 3-го мехкорпуса наткнулись на заминированные овраги, через которые навели переправы, по которым наши войска проследовали к реке Лучеса, углубившись на 7 километров в оборону противника. Затем река была форсирована и взяты населенные пункты Богородская и Жерносеково. До дороги Олениво-Белый, которая была единственной ниткой снабжения врага, оставалось 3 километра. Оседла ее наши войска и оборона бы в этом секторе рухнула. Понимал это и командующий 9-й армии модуль, который отправил к месту боев свежие силы. Как итог, корпус, имеющий на переднем крае около полусотни танков и тысячи пехоты, перешел к обороне. Наступили тяжелые позиционные бои. Да, враг мог двигаться по шоссе только ночью, оно было под огнем в нашем орудии. Тем не менее, немцы сохранили коммуникации. А Катукову буквально не хватило одного батальона, который мог перехватить это шоссе и обвалить данный сектор обороны врага. Но не срослось и в ночь на 8 декабря 1942 года корпус Катукова отвели в тыл. Его потери составили 1200 человек безвозвратными и 77 танков уничтоженными. Первый умех корпусу Саламатина, который наступал южнее, повезло гораздо меньше. Он оказался в окружении и прорывался к своим. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok